Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что разбирая четвертую заповедь, мы говорили об евхаристической общине, о том, что жизнь человека строится именно в общине, и человек должен собираться в общину, являя полноту своего единения с народом Божиим, с братьями и сестрами. И именно в этом суть евхаристического воскресного собрания. И всегда так было, и в первых веках христианства, и сегодня так продолжается, и по всей видимости до скончания века будет именно так. Конечно, в последнее время особенно, скажем так, востребовано, особенно хочется, чтобы люди, собирающиеся в церковь, на церковное собрание, как-то общались. Чтобы человек не чувствовал, придя в храм, что он тут никому не нужен, ему хочется, чтобы его заметили, чтобы остались, поговорили, посидели за чаем, позадавали вопросы. То есть человек хочет как-то человеческого общения. Иногда это вполне законное требование, или по крайней мере вполне естественное требование. Иногда может так показаться кому-нибудь, что поскольку действительно человек, пришедший на литургию, стоящий в храме молча, весь сосредоточенный перед лицом Бога, что ведь весь в мыслях-то ведь только о себе, о своих нуждах, о своих близких, ему дела нет до всех стоящих здесь людей. И получается, что, так, мысль мыслится человеком, получается, что вот той любви, того единения, которым говорил Христос, оно не чувствуется в таком отстаивании службы. И поэтому человек, не чувствуя вот именно этой самой полноты единения, полноты общения, у него возникает или протест, если этого нет, потребность, чтобы после службы остаться, не разбегаться, не расходиться, а вместе еще сидеть, посидеть, поговорить, посмотреть друг другу в глаза, улыбнуться, обсудить что-то. И через это устанавливаются человеческие связи, и как доказательство некой правомерности своих, скажем так, ощущений, человек, ну грамотный, по крайней мере, если он немножко начитанный, говорит о том, что ведь и в древности так было, люди после совершения Евхаристии, после причащения тела и крови Иисуса Христа не расходились, а вкушали трапезу, общались, и называлось все это вечерей любви, агапе, или агапы по-простому. И вот многие ищут разных путей, возможно, для того, чтобы эту традицию агап возродить, потому что человеку очень не хватает вот этого человеческого общения. Оно, еще раз повторю, конечно, требование естественное, и потребность человеческая в общении естественна. Но при этом всякий человек должен знать, что и агапы в древности, и чаепитие сейчас, и всякое любое нормальное, естественное человеческое общение это не суть церковного делания, это не его сущность церковного делания, это всего лишь форма существования людей в данное время, в данное место. То есть, на самом деле, сущностью церкви является именно причащение тела и крови Иисуса Христа, в котором человек соединяется с Богом, и причащающиеся становятся едиными друг к другу. Единственное, что мешает почувствовать это человеку и войти в это таинство единения со всеми, в это таинство радости, богообщения, общения с другим человеком, это наши страсти, наши эгоизмы, наши грехи, отсутствие духовного делания, а вовсе не отсутствие чаепития. И мы знаем немало людей и в древней церкви, и вот совсем недавно такие, как Иоанн Кронштадтский или Серафим Саровский, по преимуществу, которые научились вот этой любви, этому единению с ближним не на чаепитиях, не на агапах, а именно в подвиге служения другому, в подвиге достойного, осознанного, осмысленного, правильного причащения святых христовых тайн. Это к тому, что действительно может быть и чаепитие, может быть и трапеза, может быть клуб, может быть поход, сплав, театр, поэтический клуб, катехизаторские беседы, что угодно, какое-нибудь фольклорное мероприятие, совместное празднование престольного праздника, но не в этом суть церковной жизни. Это всего лишь форма, в рамках которой мы можем реализовать церковное служение, церковное бытие, церковную жизнь, а не сама суть этой церковной жизни. То есть, попросту говоря, можно заниматься в каком-нибудь клубе, играть на музыкальных инструментах, входить в какой-нибудь оркестр, быть членом туристического клуба, можно заниматься любым родом человеческой деятельности, и вообще не верить во Христа, и быть чуждым того дара, который даровал человечеству Христос. И мы видим дружные группы, дружные оркестры, дружные команды, дружные разного рода другие общности, которые вместе проводят время, действительно очень тесно связаны друг с другом, но при этом это не церковь. А в церкви можно использовать и эти элементы человеческой жизни, а можно их и не использовать. И при этом само существо церковного делания, сам нерв церковной жизни никуда не денется. Лучше всего, даже скажем так, это соответствие церковного духа, сущности церковной жизни и разных человеческих элементов человеческой жизни, форм человеческого общения проявляется в монашеской общине, в монашеском общежитии, где люди действительно вот все это используют и все это наполняет содержанием. И это та форма существования человека в церкви, которая восходит к правилам, к нормам первохристианской общины в городе Иерусалима. И вот действительно любые формы человеческого общежития, любые формы человеческого общения наполняет церковным содержанием, наполняет смыслом, очищает это человеческое общение, освещает его и ставит его на правильное основание. Только в монашеской общине все формы человеческого общежития призваны и могут и достигают совершенства. А если мы не понимаем сущности церковной жизни и выходим из, скажем так, горнила церковного общения, после окончания литургии, так скажем, несолоно хлебавши, то нам хочется очень часто эту пустоту, которую мы сами чувствуем, не ощущая близости ни к Богу, ни к ближнему. Мы хотим как-то ее заполнить, эту пустоту, а раз ее не заполнила церковная жизнь, жизнь в церкви, мы заполняем ее простыми, известными нам человеческими формами сосуществования, формами человеческого общежития. То есть в сущности, когда мы ратуем и боремся за то, чтобы непременно во всех общинах всегда была вот то или иное форма душевного человеческого комфортного бытия, мы иногда делаем это ради Господа, и часто делаем это ради Господа, понимая, что люди немощные, современные люди нуждаются в этом тепле и заботе. Но иногда и тоже нередко встречаются, что таким образом просто заполняем ту пустоту, ту бесчувственность в отношении церковной жизни, ту бесчувственность к тому дару новой жизни, к тем нечувствия, к тому огню, который Бог пришел во врещи на землю, который огонь, который расплавляет все барьеры не только между мной и им, Богом, но между мной и всяким другим человеком. И в сущности для христианского сердца нет необходимой нужды в том, чтобы использовать формы человеческого общежития. Человек может жить совершенно один в каком-нибудь пещерке, в каком-нибудь лесу и в сердце своем обнимать весь мир и простирать молитву его и сердце свое за всех находящихся в мире. Может быть, проникновение всего об этой тайне христианской, церковно-христианской жизни рассказал Силуан Афонский. И вот именно когда человек чувствует, что вне форм человеческого общежития он ощущает биение другого человеческого сердца, чувствует его боль и его радость, не прибегая к формам человеческого общежития, а просто потому, что они одно тело во Христе, вот когда человек это может пережить, тогда он действительно вошел, прикоснулся к тайне церковного бытия, потому что ведь в церкви дается жизнь, и эта жизнь никак не связана ни с какими человеческими формами, она сама по себе жизнь, та, которую дается только в церкви, нигде, кроме церкви, причастие этой жизни не может быть получено, когда человек причащающийся чувствует, что в нем живет Христос, и чувствует в этом сознании, пребывающего в нем Христа, чувствует всякого ближнего своего, как самого себя. И именно по этой причине, что в церкви дана жизнь, и человек живет этим, новой жизнью живет, в древности и был установлен обычай, правило, что если человек некоторое количество времени в эту общину не являлся, и не причащался, то он считается мертвым, отрезанным ломтем, отлученным от общины, потому что он мертв, он не чувствует ни биения этой жизни в себе, ни потребности в этой жизни себе. И еще раз повторю, именно бесчувствие к той духовной полноте, которая дается Христом в церкви через причастие его крови, и святых, ее крови, его тело, вот нечувствие к этому очень часто и создает, как бы вынуждает людей заменить, выстроить человеческие какие-то условия для того, чтобы хоть как-то ощутить общность. И это действительно неплохо, когда нет у человека духовных ощущений, переживаний, то иногда душевные хорошо, они не духовные, путать их нельзя, но это лучше, чем ничего, это лучше, чем зияющая в сердце пустота, это лучше, чем совершенный индивидуализм, когда человек видит весь смысл своего пребывания в церкви, в том, чтобы отстоять, исполнить долг и убежать к себе домой. Если он не может почувствовать любви к ближнему, то пусть хотя бы научится вместе с ним сидеть за одним столом и выслушивать его рассказы, терпеливо сносить его немощи или еще какие-то неприятности, может быть, это постепенно поможет им возрасти и до кое-чего большего. То есть, важно понимать только одно, церковь никогда не была против ни трапеза общения, ни всяких других совместных мероприятий, хотя они, конечно, нашли, так скажем, большое развитие получили именно в протестантской среде, но сама по себе церковь не против никаких форм человеческого общежития, она просто как бы свидетельствует, как бы подчеркивает, что вы не путайте, что все эти душевные и по-своему хорошие формы человеческого общежития, это просто человеческое общежитие, это не новая жизнь, это не то, что принес на землю Христос, это есть и это можно использовать и наполнить содержанием, но это не есть то, ради чего совершил искупление Христос, это не есть то, что действительно дается в церкви через причащение святых христовых тайн. Важно при этом помнить и следующее, что община есть собрание людей во Христе, и единственным, скажем так, мотивом, который привел их в это собрание является их вера и способ проживания, то есть, точнее сказать, место проживания, то есть то, что все они верующие во Христа живут именно в этом месте, и как проживающие в этом месте, они собираются сюда, как живущие в каком-то вот поселке, городе, районе, они собираются в эту церковь для того, чтобы явить невидимое, явить себя как тело Христово, явить и приобщиться этой новой жизни, которую Христос подает церкви. Это церковь именно вот это, а не клуб по интересам, не клуб любителей какого-то одного священника, где люди объединяются потому, что они любят именно этого священника. Это не клуб любителей церковного пения, где нравится именно хор, это не клуб любителей архитектур или древностей церковных, когда им нравятся те какие-то элементы древних обрядов, которые органично вкраплены в строй богослужения. Церковь это именно не все, вот не это, не внешнее, не человеческое. В церкви самое важное, что объединяет людей, это вера во Христа и то, что они здесь живут. И чем точнее, чем, скажем так, настойчивее, планомернее люди это чувствуют, это ощущают, именно ходят в церковь именно за тем, чтобы приобщиться к новой жизни во Христе, а не за тем, чтобы найти единомышленников в церкви, то тогда они быстрее постигают тайну церковной жизни. Мы очень часто, входя в ту или иную, переступая порог храма, попадаем в какую-то общину, поначалу это просто первые люди, верующие во Христа, которые мы встретили, и мы действительно как-то ищем здесь, если Христа, мы не обращаем внимания на то, какие они, эти люди. А потом, обжившись в этой общине, начинаю смотреть, вот, насколько это люди похожи на меня, насколько мне с ними интересно, насколько мне с ними комфортно. Если я чувствую некий дискомфорт, что здесь какие-то не такие люди, которые мне не нравятся, я пытаюсь найти общину, где мне комфортнее. Это есть некое искушение, потому что человек уже ищет своего, а не Божьего. Ему надо научиться жить и прикоснуться к тайне единения во Христе с теми людьми, с которыми промысел Божий, обстоятельствами места и времени, свел их в одну общину. Ведь мы, с одной стороны, всегда веруем и исповедуем, что промысел Божий обымает собой все бытие, все время и пространство. И мы приведены именно в этот храм, в эту общину, в это время, в этом месте, не своей воли, а так, как поется в известной стихире вербного воскресения, «Днесь благодать Святаго Духа нас собра». Это можно сказать про любую церковную общину, собранную в воскресный день. Мы все здесь собраны благодатью Святаго Духа. И наша задача именно к рядом стоящему человеку, к тем, кто по промыслу Божьему и поставлен рядом со мной, научиться принять его как брата. И через причащение, совместное причащение с ним святых христовых тайн, приобщиться к тайне единения именно с этим человеком. Но это трудно, это надо действительно только во Христе и возможно, где нет ни мужского пола, ни женского, ни национальности, ни интеллектуального ценза, ни социального неравенства, нет ничего, есть только личность, стоящая перед лицом Господа Иисуса Христа. Но можно и, вместо того, чтобы искать такого огненного предстояния к Богу, избрать легкий путь. Ведь почувствовать единение с человеком, который одного с нами, интеллектуального уровня, одной с нами социальной группы, у которого такие же вкусы к церковному пению, как у нас, который любит тех же самых людей, которые люблю. И я с ними, конечно, общение, единение выстроить проще, но тогда мы не совсем настоящие христиане, потому что Христос говорит, что если вы любите любящих вас, какая вам от этого польза? Ведь и грешники так делают. Ведь и грешники ищут людей, которые любят то же самое, что любят они, которые думают так же, как думают они. Таково естество человеческое, искать людей, похожих на себя. Но в церкви мы и это должны преодолеть. И поэтому всякий человек, познавший, что такое причащение, что такое церковная община, что такое евхаристическое собрание, может становиться способным преодолеть распространеннейшее искушение, когда человек вместо того, чтобы прийти к Богу и жить здесь, вот в этом месте, в котором он призван, в этой общине, в котором приведен, искать Христового, а не своего, вот это искушение можно преодолеть, вместо того, чтобы бегать и искать того места, где мне было бы комфортно. Евхаристическая община, для того, чтобы помочь действительно войти в эту общину, нужно помнить одно важное, с точки зрения, по крайней мере, апостола Павла, условие. И по-другому, общины раньше никогда не существовали. В евхаристической общине каждый должен служить тем даром, который ему дан. Каждый должен служить тем, что у него есть. На этот принцип указал евангелист Иоанн Богослов в своем Евангелии, когда вместо известных синаптических повествований о Тайной Вечере, он вставляет эпизод умовения ног. По мысли Иоанна Богослова, в этом и есть практическое осуществление Евхаристии. То есть, смысл Евхаристии, смысл евхаристического общности в том, что каждый, причащаясь к телу и крови Иисуса Христа, должен служить всем находящимся здесь в этой общине тем даром, который он по действию Святого Духа и получил. И получил именно для реализации своего бытия в рамках этой общины. То есть, его талант, его дар, который даровал ему Дух Святой, он и нужен именно на этой общине для созидания тела Христового. И в этом отношении прихожане и делятся на две категории. Вначале все приходящие в евхаристическую общину, на литургию, в церковь, люди, все они приходят для того, чтобы что-то от церкви получить. И это нормально, это естественно, это показывает их младенческий возраст. Но со временем их церковная зрелость определяется тем, что они приходят в церковную общину для того, чтобы послужить другим. Не получить, а отдать. И когда человек приходит в церковную общину и говорит, что мне сделать для этой церковной общины, чем я могу быть полезен, как я могу послужить, вот этот вопрос, это предстояние, оно как раз определяет церковную зрелость человека. Также и меры церковной зрелости человека является и ответственность, своя личная ответственность за поддержание существования этой общины. Ведь не случайно заповедь Ветхого Завета так настойчиво говорит о десятине. И в христианские времена десятина, она также есть. Десятина, то есть определенное ответствие, как мера ответственности человека за то, что община в том месте, где он живет, должна существовать. То, что он приносит церковь десятину, означает его ответственное отношение к этой общине, что он не потребитель тех духовных благ, даров, утешения, радости, которые он находит в этой общине, а что он человек, для которого эта община существует и который является элементом, органическим элементом, членом этой общины и отвечает за бытие церкви Божией в этом мире, в этом месте. И поэтому вот первое, самое важное, что в конце концов требуется христианина в рамках евхаристической общины, это то, чтобы осознать свою ответственность за церковное бытие здесь, на этом месте. И заканчивая разговор о евхаристической собрании, есть необходимость сказать, да и вообще подводя итог, потому что мы заканчиваем разговор о четырех заповедях, которые определяют отношение человека к Богу, необходимо поговорить об одном из важнейших догматов церковных, который органически связан как раз с жизнью евхаристической общины, а это догмат об искуплении, само явление искупления как спасение человека, потому что именно как мы увидим, читая тексты Священного Писания, именно с жизнью евхаристической общины, с жизнью церкви и связано по преимуществу понимание дела Христа как совершенного им искупления рода человеческого. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова